Так, всем добрый вечер. Я здесь. Привет. Надеюсь, меня будет хорошо слышно и видно. Здравствуйте всем. Еще раз вечер добрый. Видно ли трансляцию, в общем? Так. Видно. Ну, хорошо. У нас сегодня с вами запланированная тема. Опять же, по вашим заявкам, по вашим просьбам. После последнего эфира, который я проводил в Инстаграме, очень много вопросов было посвящено. Но я сначала не понял, с чем это связано. Потом мне объяснили, что это сериал или фильм, триггер. И последние два дня я немножко посмотрел, что это такое, почитал. И сегодня я вас в Телеграме записывал подкаст на эту тему. Но тема сегодняшнего эфира – это харизма психологов, харизма психотерапевтов в современном мире. Я предлагаю вам присоединиться к дискуссии и предлагаю вам послушать, на мой взгляд, достаточно откровенные, важные современные реалии от человека, который работает 11 лет в профессии. Не просто изучает какие-то психологические книжки и учился в УЗИ, а непосредственно 11 лет занимается частной практикой. Значит, давайте начнем тогда с фильма «Триггер» сериала. Потому что из него будет вытекать тема харизма психотерапевтов естественным путем, да? Может быть, пока у вас вопросы будут, пока все собираются, потому что уже время позднее. Я понимаю, что все сегодня, наверное, устали. И все уже отдыхают. Здравствуйте. Давайте сначала вы кидаете мне вопросов по теме нашего эфира. Затем уже я приступлю, собственно говоря, к... Кристина, привет! Мы с тобой везде. И там, и здесь. Прекрасно. И это сериал такой. Мне вот тут мои подписчики задали в прошлый раз. Это сериал про психолога, да, в котором показана такая очень интересная драматургия и некий такой провокативный подход. Вот. И мы сегодня об этом поговорим в том числе. Русский сериал, на мой взгляд, очень такой... полезный во многом. И я объясню, в чем он полезен, а чем он интересен. Так, ваши вопросы. Как дела с рынком? Ну, давайте все сейчас не про это. Я сегодня весь день постил сториз. И, если честно, устал чуть-чуть от этой темы сегодня. Я все в сториз рассказал, как с рынком. Читайте. Какой ВУЗ посоветует ли ты на карьеры психолога? Это любой ВУЗ, они все, в принципе, одинаковые. Твоя карьера психолога не определяется твоим ВУЗом по определению. Твоя карьера психологом будет определяться как раз тем, о чем мы сегодня будем говорить, да? Это сочетание твоей харизмы, твоей личностных особенностей и твоего опыта, и твоего внутреннего принадлежности к этой работе, что ли, к этой профессии, скажем так. Потому что не всем дано играть в футбол, и не всем дано заниматься анализом людей, их поведением. И уж тем более анализов – это как бы одна история. А стать еще тем самым триггером к изменениям в человеке способен, ой, как далеко не каждый психолог, если не сказать грубее, да? Потому что еще к анализу есть склонности, да, там у определенного процента людей размышлять, анализировать, сопоставлять. А вот стать триггером к изменениям и спровоцировать эти изменения, вот это, конечно, в институтах этому не учит. И мы сегодня об этом с вами поговорим. Возможно ли развить харизмы и ли это качество зависит от природы? Прекрасный вопрос. Мы к нему вернемся, когда мы к этому перейдем. Давайте тогда начнем с фильма Твигер. Во-первых, я уже сказал, что я считаю его интересным и считаю его полезным. По нескольким причинам. Значит, первая причина, понятно, что это сериал, который сделан достаточно с интересной драматургией, с достаточно интересным сюжетом, который приятно и интересно смотрит, да? Вторая польза заключается в том, что в нем показана именно та самая харизматика и та самая провокативный поведенческий системный подход, который очень важен для понимания многих вещей. Также там очень хорошо показывана история о том, что полгода на диване у психологов в современном мире – это, ну, как бы, старый век, да? И 90% в реальности реально заключается в том, что 95% психологов и психотерапевтов, как и методика, абсолютно неэффективны, даже, в принципе, рядом не могут стоять со словом «эффективность». Не только потому, что они не научные или не доказанные, потому что они просто технически не могут работать, потому что люди так не функционируют, да? Это развлекают, это помогает выразить какие-то слова, выразить какие-то чувства, это помогает поговорить, это помогает посоветоваться, в кавычках, это помогает поговорить о сокровенном, это помогает много чем, но не тем, о чем, собственно говоря, этот метод. Психотерапия, собственно говоря, да? Чем еще полезен фильм? Фильм полезен тем, что мы можем увидеть, немножко преувеличено, да? Немножко по киношному приукрашено, но ты видишь такой харизматичный, провокативный поведенческий подход. Он там, конечно, немного такой приукрашенный, опять же, да, повторяюсь, киношный, но, тем не менее, он очень хорошо показан. Значит, поэтому, в принципе, посмотрите, я думаю, что вам будет понятно то, о чем я сегодня говорю, в основном по поводу харизмы. Техни, что касается самой темы. Я уже это начал говорить. Эффективность психотерапевта на самом деле зависит не от того, каким методом он обладает, а зависит от того, в какой личностной структуре этот метод находится. Вы можете обладать самым научно обоснованным, доказанным, качественным методом, но если вы, как человек, как консультант, как личность, не можете стать для своего клиента важным интроектором, не можете своими личностными особенностями спровоцировать у него определенную внутреннюю психодинамику и определенные процессы, то, в принципе, какой бы метод и сколько бы у вас дипломов ни было, вы будете просто говорящей головой. Значит, что касается провокативного подхода. Это не новшество, это не современный какой-то метод. На самом деле люди, которые изучают психотерапию, они просто говорят о ЛСД и панических атаках, они просто этого не знают, да, потому что большинство современных людей, которые, к сожалению, очень узко специализированы и глубину профессии они не очень хорошо понимают, ввиду их базового плохого образования и базового самообразования. Так вот, провокативный подход, он уже очень-очень много лет применяется в совершенно разных методиках психотерапии. Например, гештальт. Самый простой пример, как в вашем любимом гештальте работает провокативная личностная психотерапия, это тогда, когда, например, гештальт-группа... Привет! Я не громко говорю и извиняюсь. Например, тот же самый гештальт, да, когда группа терапевтическая садится в кабинете, терапевт заходит и просто начинает молчать. Он молчит 5 минут, 10 минут, 20 минут, 30 минут. Начинается внутренняя динамика группы, да. И вот здесь как раз-таки это и есть тот самый провокативный подход в гештальте, целью которого является спровоцировать те самые реакции, которые потом исследуются. Поэтому давайте запомним первое. Провокативный метод, личностью, которая является очень харизматичным, направлен не на разрушение, не на психотравму. Он направлен на провокацию тех самых внутренних процессов, которые забомбят человека. И основная профессиональная задача подобного метода заключается в том, чтобы потом обсудить. То есть, грубо говоря, консультант провоцирует человека на определенные реакции, да, и затем они эти реакции обсуждают. Но если говорить совсем по-простому, тебя забомбило, когда я сделал или сказал то-то, то-то. А что в этот момент в тебе происходило, да. И вот это начинает разбираться. Понимаете, все поняли? Плюсик поставьте, пожалуйста, кто понял в простом человеческом приближении, что это такое. Поняли, да? То есть, провокативная психотерапия, она не ради провокации, она не ради психотравмы. Так можно сказать только дилетант, который не знает вообще, что такое психотерапия. Она направлена на выявление тех самых эмоциональных реакций, которые кроются внутри человека. Почему? Потому что те самые эмоциональные реакции, которые можно показать с помощью провокативного подхода, как правило, являются тем самым запросом, с которым пришел человек. Либо показать ему самому вот таким вот образом, как он реагирует и как он себя ведет. Например, смотри, ты сейчас делаешь то-то, то-то, или смотри, тебя забомбило, когда я то-то, то-то сказал, как ты думаешь, почему. То есть, получается, мы как бы создаем провокацию, а потом мы ее исследуем, изучаем, и человек говорит, блин, я даже не замечал, что меня бомбит, когда вот это, или я не понимал, почему. И метод заключается в том, что потом человек начинает более качественно и осознанно понимать свои уязвимости, свои слабые места после вот этой методики. Она действительно, как и показано в фильме, достаточно краткосрочная. То есть, если это метод в сильно харизматичных руках, если этот метод в сильно поставленной личности, то по большому счету поднять вот эти процессы и показать, это не нужно ходить годами на кушетку и что-то там анализировать. Соответственно, многим начинающим психологам, к сожалению, не хватает вот этого широкого кругозора по психотерапии. И, к сожалению, многие упираются в какие-то собственные, скажем так, представления. Плюс еще они упираются в то, о чем я хочу сейчас вам особо сказать. Когда психотерапевт не может быть харизматичным, на него нельзя опереться, когда он как личность из себя ничего не представляет или представляет из себя исключительно такую разговорную голову, которая говорит о панических атаках ВСД и каких-то общих вещах, то это не психотерапия, мы понимаем, да? То есть давайте так, смотрите, вот есть образовательная часть, которая называется информирование, да? И есть психотерапевтическая часть, которая является изменениями в человеке. Вот чтобы запустить изменения в человеке, консультант должен быть очень ярким, харизматичным и важным импроектом для самого клиента. Говорящая голова чаще всего не является таким человеком, он является или она просто неким набором знаний, которые иногда, особенно в неврозах, помогают понять какую-то базовую вещь, что он не умрет. И чтобы доказать себе, что панические атаки безопасны, он делает такие-таки вещи. Но это не про психотерапию. Так вот к чему. Очень часто люди, которые сами по себе неэффективные психотерапевты, которые не умеют, которые внутренне к этому не склонны, которые не являются по своей натуре сильной личностью как психотерапевты, и как коуч, наставник, очень часто, я не хочу сейчас никого обидеть, они начинают подкладывать собственную неэффективность под то, что надо долго разбираться. То есть поскольку они понимают, что у них не получается стать тем самым триггером к изменениям человека, они начинают рассказывать, что ну вы знаете, это на самом деле долгая работа, это очень долгий процесс, это очень глубокий анализ, надо работать, надо погружаться. И таким образом они продают клиенту такую историю, что типа, ты знаешь, это не я не могу стать для тебя таким вот ключом к изменениям, и спровоцировать в себе определенный процесс, а это целый долгий, научный, глубокий подход. Теперь самое интересное. Смотрите. Изменения в человеке могут произойти молниеносно, из-за какого-то триггера. Я уже говорил об этом, я еще раз повторюсь. Но предположим, человек имел какие-то проблемы, да, имел какие-то сложности, невротического характера, депрессивного характера, да, и он вдруг попадает под машину, потом попадает в реанимацию, выкарабкивается, борется за жизнь, выкарабкивается, и через три месяца выходит из больницы. И происходит вот такой момент. В один прекрасный день, когда он выходит из больницы, он понимает, что он совершенно другой человек. Он не вел никакую глубокую работу над собой. Просто случились обстоятельства в жизни, которые показали ему вот тот самый провокативный момент, которого не хватало для того, чтобы у него совпали в голове вот эти пазлы к изменениям. Понимаете, о чем я? И вот вся провокативная психотерапия, которая показана в триггере, она на самом деле очень глубокая, и чувак, который придумывал всю эту историю, он безумно молодец на самом деле. Просто большинство людей неправильно, может быть, это поймут, и поймут это просто как сказку такую, да? Но на самом деле вот эти все вещи, они и являются современным, очень важным, харизматичным, сильным подходом. Потому что изменить мышление просто потому, что надо подискутировать с мышлением, может каждый человек на определенном уровне. Ну вот каждому сейчас вот здесь сидящему расскажи про дложествование, про оценочное суждение, и если их подрочить схемой СМР, то так или иначе они что-то для себя поймут, где-то станут попроще, но не более того. А вот чтобы спровоцировать глубинные изменения в человеке, в которых часто он нуждается, вот тут нужно уметь найти те слова, те действия, вот в триггере, да, опять же, те слова, те действия, такие сделать экшены, которые этого клиента просто спровоцируют, как, вот я привел пример с больницей, после которой он уже поменялся. Поэтому надо понимать, что современная психотерапия, это, конечно же, прежде всего личностно ориентированная психотерапия, причем как личностно ориентированная с точки зрения клиента, так и личностно ориентированная с точки зрения психотерапевта. Потому что, чтобы быть врачом-психотерапевтом, не обязательно быть личностью, понимаете, да, нужно иметь хорошие методологические знания, фармакологические знания, диагностические знания, протокольные знания и назначать лекарства согласно определенной классификации по ДСМ, например, да. Ну, собственно говоря, и все. А вот чтобы стать триггером к изменениям человека, чтобы стать вот таким вот, такой вот точкой поворотной, таким вот сильным интроектом, вот этим надо обладать. Девушка задала в начале эфира вопрос, можно харизма это врожденное или приобретенное? Это очень хороший вопрос, под которым у меня нет однозначного ответа. Спасибо, что вы его задали, потому что я люблю такие вопросы, где у меня нет однозначного ответа. С одной стороны, неврозы – это не наследственная история, то есть неврозы – это приобретенное. Следовательно, харизма, я больше чем склоняюсь, что это все-таки приобретенное в процессе невротического развития качество. Но если взять, например, тысячи детей, да, и просто за ними понаблюдать, то мы увидим, что все эти тысячи детей будут развиваться по-разному в результате определенных поведенческих стереотипов. Вот в этот момент, в момент формирования поведенческих стереотипов и формируется та самая поведенческая, личностная, харизматическая основа, которая затем проявляется в так называемых лидерских качествах, в так называемых социальных качествах, в так называемых прочих моментах. С другой стороны, поставлю себя в пример. Я в школе в девятом-десятом классе не отличался никакой харизматичностью. Я не мог знакомиться с девочками там до девятого класса. Меня Антон учил говорить слово «привет». Серьезно говорю, не шучу. И я, в принципе, никогда не мог предположить, что я буду как-то вот иметь отношение к тому, чем я сегодня занимаюсь. Хотя, в принципе, я любил радио, я любил спорт, и, в принципе, я внутри чувствовал некую такую историю, что я могу. Поэтому я думаю, что 50 на 50, да, точнее, сори, я думаю, что 100% все-таки это вопрос именно вашего воспитания, ваших целей и ваших личных особенностей. Если вы, вот, у меня сейчас в голову пришла идея, давайте хотите, возьмите ручки, позаписывайте. Чтобы развить харизматичную сильную личность, вот это сейчас моим коллегам будет полезно, нужно иметь очень большой бэкграунд, где вы самостоятельно, без помощи друзей, жены, родителей и прочих людей сами в себе родили многие вещи. Потому что если вы будете перекладываться на парня, на мужа, на подругу, на родителей, вы не станете харизматичным человеком, потому что вы вроде как будете делать все хорошо, но внутри будет чувствоваться профанация, понимаете? Харизматичный лидер или харизматичный психолог, или человек в принципе, это человек пиздец, какой в себе уверенный. А вот эта история про уверенность, про внутреннюю наполненность, она исходит исключительно из вот этой внутренней собственной, собственного понимания, что он внутри сам это родил, что он это не прочитал, не спиздил из канала Невроза Мегаполиса, не взял в сезоне Крайского и повторил. Вот можно взять мои сезоновые ролики и повторить, понимаете? Так некоторые персонажи делают, но это не дает им никакой харизматичности. Это просто звучит как бы правильно и звучит социально понятно для потребителя, но как личность абсолютно иной, потому что человек это не родил. Как сказал Сергей Галецкий, основатель магнита, невозможно вырастить что-то сильное, не вскомленное натуральным грудным молоком. Вот это примерно про то. То есть если ты сам не родил какие-то вещи, если ты сам не преодолел внутри самого себя и не создал самостоятельно что-то, то ты всегда будешь проигрывать. Поэтому я всегда и говорил ребятам, которые просто копируют какой-то контент, пожалуйста, не делайте этого, рожайте сами внутри себя. Не нужно просто это компилировать, иначе это не будет харизматично. И даже если вы будете на рынке говорить как бы с десятью людьми одно и то же, но вы будете делать то, что родили вы сами, внутри себя, не прочитав, не скопировав, поверьте, аудитория это всегда будет чувствовать, понимаете? Она это чувствует, когда эта личность родила и личность это говорит. А когда это просто мальчик или девочка, который просто повторил концепцию, которую он прочитал в книге Роберта Лихи или Дмитрия Витальевича Кавпака, ну это выглядит очень ничтожно, по-детски и как бы, ну не более того, да? Вот. Поэтому давайте подытожим. Чтобы стать хорошим психологом-консультантом, нужно прежде всего понимать, кто вы. Если вы сильный, харизматичный, яркий человек, то помноженные на это ваши знания, образование, самообразование, опыт и навык сделают из вас того самого человека, в руках которых провокативная системно-поведенческая терапия будет охрененно работать. Если вы просто имеете хорошее образование, но вы не являетесь личностью, на которого можно опереться и за которым можно идти, то вы ограничитесь просто говорящей головой, как некой такой книжкой, которая копирует информацию. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам сказать по этому вопросу. Пожалуйста, может быть, какие-то пару-тройку уточнений. Я не произносил слово «успешный», я говорил слово «харизматичный». Пожалуйста. Внешность – часть харизмы, безусловно. Вот, например, возьмем Тони Роббинса, да? Я считаю, его незаслуженно не любят в нашей стране. И здесь, к сожалению, компания «Синергия» облажала Тони по полной программе, потому что Тони приезжал с презентацией, а не с семинаром. А продавали как семинар. Тони вообще приехал на презентацию двухчасовую, мимолетом просто, а его продавали как семинар, поэтому люди не поняли, да? Но сейчас не про это. В чем феномен Тони Роббинса? Вы теперь поняли, да? Феномен Тони Роббинса именно в том, что он пиздец, какой харизматичный человек с точки зрения американского подхода. С точки зрения американцев, Тони – это тот самый личностный харизмат, поведенческий харизмат, а Тони работал NLP-мастером, да? Который на своей харизме может заставить поведенчески меняться человеком. Вот этому нельзя научить в институтах. Вот в принципе нельзя научить в институтах. Понимаете? Поэтому, когда вы соединяете сильную личность и сильные поведенческие методики, провокативные в том числе, а у Тони можно в Ютубе посмотреть провокативную терапию, называется реверсивный перелом, то эмоциональный перелом или реверсивная психотерапия – это и есть провокативная психотерапия. Понимаете, когда реверсивную психологию или провокативную психологию… Ну, представьте себе мальчика, который ковыряет пальцем в носу, который, значит, я не знаю, не производит впечатления вообще никакой личности харизматичного человека, и тут ему в руки… Там играет в компьютер, да, спасибо за уточнение. И тут ему в руки дают метод провокативной, реверсивной психологии. Вы можете представить, насколько это будет смешно? Вы понимаете, как это смешно будет? Представьте себе просто вот эту картину. Вот представьте себе, например, Тони, да, или представьте себе там какого-нибудь авторитетного для вас человека, если вы понимаете, о чем идет речь. И представьте себе вот этого ущербного мальчика несчастного, да, который, значит, в руках которого провокативная, парадоксальная и реверсивная психология. Но реально клиенты рассмеются. Нет, скорее всего, будет портрет клиентов, который на этого мальчика могут воспринимать как некую харизматичную личность. Но тогда давайте посмотрим, кто эти клиенты, да. И вы увидите определенный портрет. Поэтому, ну, я думаю, что я все сказал, что я хотел сказать. Пожалуйста. Я не могу в клинике советовать, извините. Можно ли вырастить себе харизму? Я уже отвечал на этот вопрос. Харизма – это результат непосредственно вашего личного внутреннего развития, помноженного на преодоление самостоятельных проблем. Понимаете, вот здесь много девушек, да? Ну, девчонки. Ну, вот смотрите, вот сидит перед вами пять пацанов, да? Вот вы же чувствуете на каком-то внутреннем ощущении, кто из них является сильной личностью, а кто нет. Особенно, если вы с каждым из них поговорите, да? Потому что человек уверенный в себе, человек, который имеет сильный бэкграунд, поведенческий бэкграунд, и результаты, основываясь на самом себе, он всегда производит впечатление. А мальчик, который советуется с мамой, который живет с мамой, который постоянно опирается на девушку, или унижает девушку, чтобы превысить себя, или как-то все время поддакивает, он не будет производить сразу такого на вас впечатления, вы сразу поймете. Поэтому воспитать харизму в себе можно следующими путями. Во-первых, вы должны быть личностью. И вот здесь, наверное, можно ставить точку. Точнее, двоеточие. Личностью в том, как вы выглядите. Личностью в том, как вы себя ведете. Личностью в том, как вы одеваетесь. Личностью в том, как вы отстаиваете свою точку зрения. Личностью в том, как вы говорите. Что вы говорите. А личностью в том, как вы, каких ценностей вы придерживаетесь. И если все это вместе взято, вы способны отстаивать, доказывать и аргументировать, Вот тогда мы можем говорить о харизматичной личности Спасибо, успехов вам в профессии, успехов вам в терапии неврозов Мы увидимся с вами на 18 сезоне уже в четверг Спасибо вам за эфир, до встречи, до свидания У Курпатова прекрасная харизма, это хороший пример харизматичного психотерапевта Поэтому он и стал популярным И несмотря на то, что ему помогла тема с телевидением и с медийностью Он сам по себе, понимаете, тот самый интроект, на который хочется операции Все, спасибо, до свидания, пока